привет всем любителям физики и физических экспериментов неделю назад мы выложили на свой канал ролик эффект каанда и там среди прочих опытов я делал такой пытался задуть свечу через трехлитровую банку причем в начале ролика я это делал дуя на свечу через трубку но с небольшого расстояния а потом и у меня не получилось трех попыток ее задуть а потом в конце ролика и одул с большого расстояния отсюда но без трубки и задул свечу с первой же попытки и вопрос был ну а в чем разница почему вот этот второй способ оказался более простым ну некоторые говорили что может быть это потому что я выдуваю ртом все-таки большую струю сразу с большими завихрениями чем через трубку ну и чтобы это проверить я вчера подумал что можно же сделать простой опыт взять и паду через все ту же трубку но с большого расстояния и сейчас мы попробуем это сделать и так критический эксперимент или как и называется по латыни экспериментум крушис набираю побольше воздуха в легкие и задуваю свечу через трубку с большого расстояния с первого раза ну и таким образом оказалось что расстояние в этом эксперименте являются ключевым фактором и ртом и через трубку и с большого расстояния задувать свечу легче чем с близкого ну и так вот мы имеем такой эксперимент для которого не требуется никакого сложного оборудования свечка препятствия трехлитровая банка или что-нибудь еще банка хорошо потому что все видно и трубка думаю что каждый может найти это хозяйство у себя дома и поэкспериментировать самостоятельно подуть по-разному по придвигать и по отодвигать свечку за банкой на общем посмотреть к чему это приведет если интересно пробуйте делитесь тем что у вас получится а теперь у меня есть просьба к вам об еще одном эксперименте только теперь он касается не физики а алгоритмов ютуба вот обычно когда мы выкладываем ролик его в первую неделю смотрите в основном вы подписчики ну и там набирается иногда немного полторы тысячи иногда две двадцать две с половиной тысячи просмотров а вот этот ролик ну чем-то он так зацепил youtube ну и вас наверное тоже что за неделю он уже набрал 10 тысяч просмотров и сейчас самое время сделать эксперимент и посмотреть как себя ведут алгоритмы и для этого я предлагаю вам вот сейчас вы посмотрите досмотрите этот ролик а потом вернуться к первому ролику эффект канда и посмотреть его еще раз ну и если мы сделаем это вот так в достаточно большом количестве в один день то я подозреваю что youtube на это тоже как-нибудь отреагирует текущей ситуации а вообще ваши соображения о том каким образом как бы подействовать на youtube увеличить число просмотров вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе